Всем привет, дорогие друзья! С вами Донни и Юрчик. Мы находимся в GTA 5 и это шоу Битва Рандома. Да, ребята, всем привет! Итак, друзья, посмотрите на нашу сегодняшнюю подборочку. У нас здесь все автомобили двухдверные, быстрые, мощные, просто ауф, ребята, что за машины? Вы посмотрите, есть две Audi R8, Porsche, есть GTR, есть Ford GT, Aston Martin, тут разные, ребята, Camaro, Porsche, тут разные, ребята, просто реально подборка офигенная, поэтому сегодня будет очень жаркая серия. Ребята, напоминаю, что у нас такие правила, перед каждым испытанием мы выбираем новый автомобиль для нового испытания. Вот, в принципе, ребята, я готов, так как Юр готов? Да-да-да, давай. Тогда, ребята, я подрубаю Алису и сейчас Алиса выберет автомобиль для Юры. Так, Алиска, давай, не подкачай. Назови число от 1 до 10. Число 8. Так, число 8, это у тебя, оу, нифига, это 9-1-1, нифига, ребята, это классная машинка, так давайте мне. Назови число от 1 до 9. У меня, ребята, Bentley Continental GT. Ну, парша, я думаю, да. Окей, ребята, полетели на испытания. Ну что, ребята, вот у нас и испытания спринт-гонка. Едем мы, получается, от этого вот места прямо до военной базы. Доехать нам, ребята, ровно 5 километров. Так, я, ребята, уже гидаю гряну, такс. Ну что, Юр, ты как готов? Ну, вроде как, да, готов. Так, и... Полетели! Ой, паршак-то без пробуксовки поехал, вы посмотрите. Да, ну, посмотрим, ребята, на что способен мой Continental GT. Самое главное, чтобы управляемость завезли. Да, но он у меня шлифует. У тебя вообще не шлифует, не дрифтуют, ничего, просто идеально идет, или что? Ну, вроде как, да. Но самое интересное, что Bentley-то не этот. Bentley не остает по максималочке, да, я так понимаю. Фига там прошел-то, между прочим, неплохо. Я все собрался, что можно. Все собрался, что можно, да. Слушай, а у Bentley разгон лучше. Да, а какая скорость тебе? Эээ, сто, шесть. А, у меня было 112, или типа того. Чего? Вот это подстава была. Что там было? Там, короче, с встречки машина была припаркованная, бот обижал, и я прям в него въехал. Хе-хе-хе, нормально. Так, ну, конечно, на самом деле дорога очень опасная. Что ж ты будешь делать, а? Так, куда? Тихо, тихо, тихо. Ты там как, едешь, да, девжи? Ой, Юра очень близко, ой, Юра очень близко. Ребят, дорога очень опасная, потому что едем прям по Вайнвуду. Здесь каждый поворот, это, ребята, смерть. Да, да, да. Юра, ты около меня тебя чувствуешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну что ты будешь делать? Я не хотел, серьезно. Я же не знаю, что так притормозить передомогу. Я не перед того, я перед, перед, перед поворотом Юр притормаживаю. Прикинь, перед поворотом мы что-то притормаживают. Господи, меня занесло. Да, угар, угар, ладно, револьтарь, Юрчиком. На самом деле, я, короче, дорогу не смотрю, я смотрю на сценар, потому что, этот, ай. Ай. Ладно, привыкать надо, ты куда едешь. Блин, меня носят вообще глупо. Да, да, ни фига, ни фига, ни фига. Так, ладно. Я по встречке, ребята, по встречке вниз еду очень опасно. Слушай, ну мы с тобой прям вообще нос к носу идем. А, тихо, тихо, Юра. Я бегом пошел. Нормально. Нет. Юра, Юра, спокойно, без паники. Я максимально из-за тебя торможу, ты его деваешь? Из-за меня тормозишь максимально. так бочком пошел суши ну нефига у нас здесь просто ребята очень потная гоночка потому что чуть догоняешь ты меня ускорение лучше наверно да так землюшку матушку заехал по тормозам поворачивай только не вот так налево давай нет ты стреляешь это было реально очень плотным прям до самого финиша понимаете ехали вот нос к носу прямо улетел с моста на самом деле в этом месте очень многие из нас летали в канаву вниз поэтому реально очень опасное место окей ребят меня один у юры 0 записываем баллы и полетели выбирать новые тачки что ребята время для второго испытания второе испытание у нас это прыжок в длину юра гусь юра гусь давай я сейчас тебе выберем машину назови число от одного до 8 у тебя астон-мартин это неплохо назови число от одного до 7 это предпоследнее получается у нас r8 ребят это уже интересненько у кире вата полетели на прыжок что ребята вот у нас испытание прыжок в длину юрка поехали так юрка прямо с разгона по своей традиции просто пытается набрать скорость уже в полете но приземлился уже 100 нормально так у меня быстрее у реально 200 до 230 250 200 270 юр ну понятно у меня даже 200 нет 300 до 100 блин на самом деле вот я бы еще побольше прямую было бы быстрее реально машина не хватило просто не хватило пушка пушка да и для тела я прям до стриптиз клуба почти уго нифига тут уже тался прям хлам билбордом упал принципе ожидаем под вторым да понятно хотя бы скорость 200 на ну понятно в принципе да ясно ребят окей ребят все 20 в мою пользу меня это радует прям как никогда фига блин короче где есть смотри на мою заднюю фару моего r8 r8 он такой он он так приуныл прям вообще такой стал окей ребят записываем баллы полетели выбирать новые тачки ну что ребятки время для третьего испытания испытание называется у нас драка рейсинг ну что юр ты как готов чтобы ты хотел получить скажи мне какой машины бы хотел r8 до хочешь окей назови число 1 до 6 а тебе достается в итоге камара камара но не знаю не знаю а завище слот 1 до 5 так получается юркина не считается это у нас получается предпоследний это нас ребята гтр окей друзьям машинки мы получили и полетели на испытание что ребятки вот у нас испытание драка рейсинг ну что же ребята либо gtr либо камара как вы подумаете чтобы победила тоже без понятия вообще абсолютно у тебя шлифует но возможно максимал очка будет быстрее меня нет какая скорость нет второй пришел сейчас у меня от от 100 ровно нет сейчас 8 чего сейчас то пока эти скорость сто три сто четыре 105 106 107 а что 110 блин ну если вы да если бы было бы еще больше прямой ты бы не обошел вот реально то есть я не хотела просто было очень да да руки ребятки конечно было жестко мы записываем баллы и полетели выбирать новые тачки что ребята время для четвертого испытания это нас испытание автопилот юра чтобы ты хотел бы хотел хорошего пилота это было бы неплохо да назовите слот 1 до 4 у тебя даджак даджак назовите слот 1 до 3 и мне тоже ребята число один получается это у меня паршак окей ребятки полетели на испытание что ребята вот у нас испытание автопилот ребята прямо сейчас мы поедем на гору чили от а точнее говоря ребята прямо к альтруистам ехать нам всего полтора километра но посмотрим а справится ли наш автопилот на бездорожье как их готов за по какие полтора километра да 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 окей ребята насчет три раз два три так почему я пропустил потому что юра нужно пропускать тех кто справа по них пропускаем справа помеха справа так ну что в принципе наши автопилоты пока справляются очень даже хорошо что машина снесла дожди а ну-ка сейчас посмотрим нужно ребята опасный маневр нужно переехать меня пропускают или нет так отлично проехали ребята проезжаем это все автопилоту понимать то есть мы ничего не делаем если сейчас дороге не улетит что это будет плохо сейчас посмотрим там основе впереди очень жесткий подъем поэтому даже не знаю как паршак справиться на подъеме меня сейчас 44 тоже максимал 44 на самом деле они здесь чили отъедут и на самом деле увеличивать скорость они все равно будет ехать с такой скоростью ну типа да 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 так ну короче в принципе идет я меня реально очень хорошо паршак идет да вот если бы меня занесло ты меня обошел скорее всего уже я не знаю мой автопилот сегодня что-то выпил походу да у меня идет очень хорошо ребят реально автопилот у меня очень хороший вот юрки реально за и тормозит его занесло очень сильно юрку а меня получается что не заносит поэтому машина очень хорошо себя здесь чувствует вообще вот уехал до метров на 20 наверное от меня уже ну да то есть я отрываюсь от тебя чуть-чуть конечно хотя возможно сейчас меня тоже занесет и опасно опасное место очень опасная но автопилот остановился я поставил что что ты делаешь что делать что делать автопилот дурак что 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 не делают чуваки на то очень странно это потому что ребят поехал обратно ребят автопилот юрку решил убрать чувство ребята это конечный пункт для автопилота потому что ребят честно говоря предлагаю сделать ничью потому что автопилоты сломались на полпути я убивает я сел на камень он пытается что-то делать но явно ему это не преодолеть эти камни поэтому руки ребят короче говоря сегодня наши автопилоты не справились поставленной задачи короче ребят за это испытание мы делаем ничью и полетели выбирать новые тачки что ребята время для последнего испытания а именно съезд с горы чили от ну что юр ты готов давай назови число от 1 до 2 зараза ты ладно хорошо окей они ребята for жить и и полетели на гору чили от ну что ребята вот у нас и съезд с горы чили от юра я кидаю грена мы стартуем по взрыву это будет реально очень жарко жарко очень жарко подожди пару вертуханов и нормально стал на колеса поехал дальше так юрка там сделал кульбит и встала колеса это самое главное рука 4 кач просто так это же на колеса по ходу по тормозам там камень неплохо себя показывать здесь у меня спойлер открылся ребят у меня спойлер дополнительный прикиньте у меня багажник просто он сработал как спойлер понятно понятно спасибо потому что жестко врезался в камень да я тоже видишь здесь короче застрял кстати говоря очень проработанная модели к классный багажник но в плане классный двигатель очень прикольно сделано окей ребят такая с ним получилось серия по сумме наших испытаний сегодня победил я да ребят я не помню там ну да 4-1 или типа того с небольшим перевесом говорит юра а внутри один не позже так ну получается ничья по одному баллу да ну окей ребят такая с ним получилась серия реально забавная прикольные машины были мощные автопилот был неуправляемый вообще сошел с ума поэтому ребята если вам до серии понравилось то ставьте лайки всем удачи и всем пока 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 пока